В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленные братья и сестры, сегодняшний день, воскресенье Христова, мы совершаем память святого апостола Андрея. Вот в народе он получил прозвище первозванный, потому что Господь его первым призвал на апостольское служение. И вот в нашей жизни, знаете, бывает очень много событий, связанных с верою, с упованием на Бога. Но бывают и такие события, в которых Господь нас призывает. И никто из людей не может сказать, что его Господь не звал, потому что каждого человека Господь призывает в этот мир. Не просто, чтобы растить и умножаться, не просто, чтобы заработать кусок хлеба, построить дом, посадить дерево, сына воспитать, а чтобы на этой жизни стать совершенным. Но, к сожалению, многие из наших соотечественников как-то стесняются и даже забывают об этом высоком призвании, которое Господь вкладывает в душу человека от рождения жизни. Вот человек, который прожил много лет, конечно, может оглянуться назад и может сказать, для чего меня Господь родил на земле. Что такое большое я сделал, что я оказался достоин этого призвания. И человек оглядывается назад и ничего не находит. Как все, жил, трудился, пахал землю, работал на заводе, получал получку, приносил домой, старался праздники гулять, выходные и спал без просыпа. Знаете, вот что мы сделали с вами большое? И вот есть интересное такое исследование, когда людей преклонного возраста, окажавшихся в доме престарелых, спросили, о чем они жалеют больше всего на свете. Вот к каждому подошли и спросили, кто что сказал, записали, и потом показали. И вот сами люди, кто проводил исследование, были в шоке. Потому что они думали, что они скажут там, ну, не побивал на Марсе, не ездил за границу, не построил дом, не посадил дерево. Почти все из них сказали, что они очень горько сожалеют о том, что мало родили детей. И, оказавшись в доме престарелых, они это очень четко осознали. Потому что, даже воспитав двух, трех, еще не факт, что найдется хотя бы один из них, который бы свою маму родную, папу дохаживал бы до самой смерти. И вот очень часто в нашей жизни так случается, что мы спрашиваем, а почему? За что же, Господи, на нас вот такое Твое забвение нашло? Почему мы, которые потрудились всю свою жизнь, положили для блага страны, для блага Родины, оказались одинокими в конце? И Господь-то очень просто ответит. Я тебя родил вот для этого. Смотри, я тебе дал образование вот такое. Я тебя привел в эту среду, местность, где ты жил. А что ты сделал? Ты учился на тройке, ты отказался работать там, куда я тебя поставил, ты переругался со всеми на своей работе. Конечно, тебе жизнь не мила после этого. И вот оказывается, что Господь-то о нас непрестанно заботится, чтобы мы с вами не просто дожили этот век и увидели чад-чад своих, а чтобы мы, представ пред Богом, Ему ответили, Господи, ты мне дал жизнь, ты мне дал талант, ты мне дал ту или иную способность, вот Твое, и еще сверху Твое. Вот когда Владыка рукополагает дьякона во священнике, он дает ему часть святого хлеба, агнца, с очень страшными словами, прими залог сей, а нем же будешь истяжен пред Господом в последний день. Этот залог, это маленькая частица хлеба, она символизирует собою тех прихожан, братьев и сестер, которых человек привлек к Богу, которых он привел к Богу, не просто которых он покрестил, знаете, большой хитрости не надо три раза человека окунуть в чашки, но как сделать так, чтобы этот человек, крещенный во имя Святой Троицы, стал носителем жизни Святой Троицы. И вот очень часто даже священник, оказавшись перед лицом Божиим, ничего не может ответить, потому что он также говорит, Господи, вот Ты меня послал сюда, я здесь говорил слово, служил, кто приходил ко мне, я исповедовал, кто приходил домой, просил прийти на дом, причастить, пособоровать, я никому не отказывал, но это есть то, что мы должны сделать, а что мы сделали больше того, чем мы обязаны были сделать. И вот здесь-то наступает самый сложный момент, знаете, вот наши дети являются нам нашим укором, что мы сделали для наших детей, кроме того, что одели, обули, понакупили им гаджетов всяких, чтобы они ценили вечную жизнь больше, чем жизнь конечную, временную. Как мы так за них молились, как мы так вкладывали в их сердце, в их душу, в самые глупые, такие основы, чтобы никогда они не смогли бы пройти мимо храма, не перекрестившись. И если увидели человека, которому требуется помощь, чтобы они никогда не прошли мимо, не оказав этой помощи, чтобы человек, где бы он ни находился, на Аляске, в Антарктике, или в подземелье в каком-то шахте, он всегда чувствовал, что Господь видит каждое его дело, каждое его слово, каждую его мысль. И вот смотрите с этим Андреем, первозванным, апостолом, учеником Господа, как случилось удивительно. Он нашел Мессию, он открыл для себя, что вот он, Господь, Бог. Что он сделал? Он побежал домой, к брату своему, Симону, и говорит, брат, посмотри, нашел я Христа, Мессию, пойдем со мной и приводит чуть ли не за руку этого Петра ко Господу. А Петр, надо сказать, был человек очень материальный, необыкновенно материальный. У него была семья, заботы, хлопоты, дети, теща, ой, когда найти время, чтобы прийти ко Господу? Он бы так бы и сказал, брат, ну что ты меня беспокоишь, иди с Богом, а потом, как освобожусь, доделаю, так и приду. Но он берет этого брата за руку и приводит ко Господу. И вот, когда Петр увидел Господа, конечно, все его изменилось состояние души. И Господь его нарекает, ты, Симон, будешь иметь новое имя, кифа, по-нашему, Петр, в переводе с еврейского означает греческого камень. И потом, позже, Господь говорит, на этом камне я созежду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Есть ли у нас такой поступок в жизни, когда мы бы взяли бы своего брата или сестру, или маму свою, ну, те, кто не верует вообще, и не привели бы в церковь-то ко Господу, да так, чтобы они встретились лицом к лицу с Господом. Вот, что нам зачтется. И поэтому раньше такая была традиция, что священника никогда не рукополагали, пока он не докажет и не приведет свидетельства, что он своей жизнью, своим добрым словом, своим поступком не привел к вере трех язычников. Представляете себе? То есть, это как нужно жить, как нужно молиться, как нужно вообще-то свою жизнь выстроить четко, чтобы люди, которые рядом с тобой живут, сказали бы, что это ты там такое читаешь? Молитвы мы тоже с тобой хотим. куда ты ходишь в храм? Мы тоже с тобой пойдем, представляете? И тогда, конечно, и помирать не страшно, потому что будут те люди, которые после нашей жизни прославят Бога и помолятся за нас с вами. Вот какие должны быть дела наши, какие должны быть наши поступки, наши мысли. И, конечно, мы правильно делаем, что приводим детей, что крестим детей, что наставляем их, но, к сожалению, я повторюсь, в нашей простой жизни люди забыли, что эта жизнь-то, она временная. Сколько Господь даст? 70 лет? Сколько вам лет? Да. 74. Вам сколько лет? 75. Вам 71. 80. Сколько? 85. Кто из нас доживет до этого времени? Не факт. Все предстанут. Поэтому здесь вот надо нам с вами озаботиться, дорогие братья и сестры, чтобы в нашей жизни все-таки засветил свет Христов. Чтобы мы в нашей жизни даже сквозь сумрак в нашей повседневности видели радость о Господе. И чтобы наша с вами жизнь была нацелена к совершенству. И поэтому проснулся утром, вот давай думай, как мне стать святым. Ложишься вечером, Господи, прости меня, пожалуйста, что за этот день я не стал святым. Знаете, вот это слово, оно должно для нас быть родным, самым близким, самым теплым, чтобы мы в своей жизни никогда бы не чурались этого призыва. И тогда Господь, проходя мимо нас, скажет, пойдем со мной, ты потрудился достаточно, в чем-то поможет нам воскресший Христос Господь. С воскресным днем вас! С днем памяти апостола Андрея Первосванова! Так, объявление, дорогие братья и сестры, вот сегодня...